Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Ирина Алексеевна Козлова, исполняющая обязанности заместителя главного врача по детству Люберецкой областной больницы. Любопытное название, Ирина Алексеевна, – главный врач по детству. Что это означает? Добрый день! Заместитель главного врача по детству – это такая должность, которая предполагает организацию медицинской помощи как лечебной, так и профилактической детям, которая находится на территории обслуживания Люберецкой областной больницы. То есть это помощь амбулаторная, это помощь в школах и детских садах. Ну, всё, что связано с детьми. То есть, если, например, что-то происходит в школе, какой-то сигнал поступает, вы об этом знаете. Если что-то, например, происходит в больнице, где лечится ребёнок, и какая-то нужна, ну, куда-то переехать и поменять, скажем, там, не знаю, там, палату и так далее, тоже, нам все известно. Такой вопрос не в плане даже цифр. Дети по-прежнему болеют как-то в традиционном, скажем, процентном соотношении? Или стали меньше болеть, или стали больше болеть? Я сейчас пока не беру коронавирусную инфекцию вообще. Ну, дети вообще, заболеваемость детей тоже имеет сезонный характер. Основная часть заболевания приходится на зиму-осень. Вот, начало весны, как правило, это межсезонье, которое опасно тем, что мы рано раздеваемся, либо ещё не успели одеться по погоде. А дети это как-то чувствуют. Да, это такой индикатор у нас, как правило, всех наших действий. Поэтому понятно, что заболеваемость детей напрямую связана с тем, как мы за ними ухаживаем. Но смысл в том, что дети болеют в основном осенне-зимний период, а летом, как правило, заболеваемость меньше. Вот. И, собственно говоря, на сегодняшний день проблем, ну, скажем, там, в школах отравлений или каких-то неправильных упражнений по физкультуре. Ну, иногда, знаете, попадает там информация, что вот ребёнку стало плохо во время зарядки и так далее. То есть и таких случаев у нас особо не зафиксировано, да? Ну, в последнее время нет. Мы стараемся минимизировать очень сильно эти случаи. Почему? Потому что у нас сейчас подход к этому следующий. Мы, во-первых, собираем очень всю информацию медицинского характера при поступлении ребёнка в организованный коллектив. Да. А именно с той целью, чтобы выявить все противопоказания к каким-то физическим нагрузкам и какие именно физические нагрузки определяем вместе с учителем физкультуры по каждому ребёнку. Поэтому, конечно, такие случаи мы стараемся минимизировать. Более того, у нас в каждой практической школе или детском саду есть медицинский работник, который всегда рядом на случай каких-то, неординарных ситуаций. Поэтому он вызывается сразу в физкультурный зал, либо в класс, либо к нему приводят ребёнка, и тогда ему оказывается... Вопрос, да, решается, что называется, на месте. Да. Я так понимаю, что это очень ответственная работа, потому что родители иногда своими делами занимаются. Всё зависит от вашей, скажем так, организации. А дети – это очень такой сложный вопрос. Но, слава богу, помимо осени и зимы у нас есть лето, о котором мы с вами говорим. И лето – это такой период, когда дети отправляются на отдых, причём на отдых с родителями. К бабушке, к дедушке, кстати, тоже могут поменять, скажем, рацион питания и немножко другой присмотр за ними будет. Вот во второй части нашего разговора мы о лете поговорим, поговорим о клещах, о змеях, обо всём том, что волнует всех нас в детстве. А сейчас я продолжаю разговор с Ириной Алексеевной, человек, который отвечает у нас за здоровых детей, получается, в городском округе Люберцы. Скажите, пожалуйста, родители сегодня стали более… Ну, мне кажется, что всегда были внимательными, но говорят, что не всегда родители могут профилактически правильно подойти к ребёнку, привести его к нужному специалисту. Работа с родителями у вас идёт какая-то, чтобы получше профилактировать эти дела? Да, у нас работа с родителями начинается уже практически с первой встречи с родителями, а именно на первом патронаже после выписки из роддома. Это, как правило, бывает с малышами. Либо при прикреплении к поликлинике, при первой встрече у педиатра с родителями ведётся беседа, в том числе о состоянии здоровья ребёнка, разрабатываются планы его дальнейшего наблюдения, прививок и так далее. То есть врач дает рекомендации, ну и так вот мы наложим контакты. Сейчас могу сказать, что родители стали более требовательными к нам. Мне это нравится, потому что родители стали заинтересованными, родители стали более информированными, хотя не все правильно понимают ту информацию, которую читают в средствах информации. Ну, как любой пациент, знаете, приходит к врачу, знает больше, кажется, ему что нужно. Ну, это общая тенденция нашего сейчас населения в том, что мы все знаем, как лечить. Это точно, да. Но с другой стороны, когда я, например, веду диалог с родителями, мне нравится такой диалог именно, то есть когда они своё мнение высказывают, а я своё, родители стали более компетентными, скажем так. Раньше они больше слушали, сейчас мы разговариваем на равных. Ну, и я так прекрасно понимаю, что сегодня у нас есть определённые возможности, но всё-таки правительство, медицинское, скажем так, направление, какие-то дополнительные денежные возможности. Понятно, что медицина у нас бесплатная, по крайней мере, так, заявленная, и любой родитель, если ему захочется, он может и за деньги где-то ребёнка ещё раз присмотреть, осмотреть, тем более, что некоторые люди считают, что надо нескольким специалистам показать, а потом какое-то среднестатистическое вывести. Но всё-таки на сегодняшний день можно ли сказать о том, что вот там, вот мы говорили с вами до эфира, люди там в 60-х, 70-х, 80-х были болезненнее, чем сегодняшние дети, или наоборот, сегодняшние дети более болезненные, чем 80-е годы прошлого столетия, или всё примерно одинаково? Ну, скажем так, изменилась немножко направленность болезней, тогда болели одними инфекциями, болезнями сейчас другими. Но смысл всё равно, заболеваемость детей, она же зависит от многих причин, естественно, и в том числе от социальных факторов. Но с другой стороны, жизнь диктует нам, допустим, вот сейчас появились какие-то новые болезни, тех, которых раньше не было. Появились, например, инфекции, с которыми раньше, может быть, там не сталкивались. Но в то же время сам по себе уровень заболеваемости, он такой, мне кажется, одинаковый. Просто простой пример. Наверняка помните, наши телезрители помнят эти стаканчики с водой, которые прямо стояли на улице. И даже там маленькая струйка такая, он даже не попадает на стакан, плюнул там, я помню, только вот так вот выдер, выпил, и пошёл, и никто не задумывался о том. Вся стогнать у вас из одного стакана. Да, из одного стакана, и всё-таки было такое ощущение. С другой стороны, конечно же, сегодня всё обложено инструкциями, и, в принципе, при правильном подходе, при человеческом подходе любой врач, любой педиатр может помочь родителям на этом первом, самом важном этапе, когда ребёнок вообще не принимает никаких решений, прожить эту жизнь максимально без болезни. Тем не менее, социальный вопрос, ясли, детский садик, школа. Вот, мы боремся там за питание, да, вводим какие-то новые продукты, чего-то убираем и так далее. Я помню, что для меня самое вкусное было сосиски и пюре. Вот, но это так. Сегодняшняя социализация детей, она влияет на их здоровье? Всё-таки в положительную сторону? Влияет, да, влияет. Я бы сказала, с одной стороны, качество питания имеет очень большое значение, с одной стороны, да, потому что больше дети стали сейчас поддаваться такому моменту, как перекусы, перекусы на беру, что очень для пищеварительной системы опасно. По-моему, это всегда было. Это всегда было опасно, но сейчас просто больше этого. Раньше, допустим, те же самые школы, не было столько нагрузки, наверное, у детей, больше времени какие-то режимные моменты соблюдать. Сейчас понятие режим очень сильно как-то у нас пошатнулось, потому что дети очень загружены. И поесть поэтому некогда, какие-то перекусы, какие-то там бутерброды. Из непонятно чего. Да, из непонятно чего. Вот, те же самые сосиски там в тесте и прочее. То есть то, что, в принципе, категорически нельзя. То есть вот этот момент. Ну и с одной стороны, качество питания, но и с другой стороны, вот именно режим дня, когда ребёнку просто некогда поесть. Правильно я понимаю, что на сегодняшний день, вот в то наше время, когда можно было не то что заставить, это закон был, да, в 9 часов, там определённая программа по телевизору, ребёнок должен отправиться спать. А сегодня это только начало вечернего эмоциона. В лучшем случае в 23 можно договориться как-то. Вот почему родители, такой общий родительский, родительская армия пошла на такое послабление? Это в связи с тем, что куча каналов, куча возможностей в интернете, даже, наверное, в родительском интернете, что мультфильмы, если показывают, например, и в час, и в 2 часа ночи. Как этот режим восстановить? Мне очень не нравится вот общая такая тенденция, и я думаю, что с этим нужно нам как-то вместе бороться и педагогам, и врачам. Общая тенденция в том, что родители очень много стали поощрять занятия детей с очень раннего возраста, вот этими мультфильмами, какими-то передачами, вплоть до того, что ребёнок маленький, сидя в очереди на приём к врачу, уже сидит с телефоном и уже там... Ему ничего не нужно. Абсолютно. Он абстрагирован от внешнего мира полностью, он даже не слышит, что ему говорят порой. Это очень нехорошо, это сильно влияет на вообще, в принципе, развитие ребёнка, на его нервную систему, на его сон, на его, в том числе, аппетит. То есть это приводит к тому, что у нас увеличивается армия детей, которые идут на приём к неврологу в конечном итоге, потому что это нарушение сна, нарушение режима поведенческие расстройства в конечном итоге даже могут быть. Вот. Зависимость возникает от вот этих всех программ... Гаджетов. Да, гаджетов. Почему-то, ну, как бы дети очень любят это, они быстро это всё начинают понимать. И родителям хорошо. Родителям хорошо, да, ребёнок занят, особых проблем нет, да. С другой стороны, я понимаю, в какой-то степени это, может быть, решает проблему загруженности. Ну, сейчас, как известно, в мегаполисе практически все работают, работают с утра до ночи люди, поэтому, может быть, как-то какой-то, с одной стороны, заняты родители, но это не решит проблему. Для социализации, для дальнейшего отношения, когда ребёнок вырастет, он может в один прекрасный день сказать, папа с мамой, всего доброго, до свидания. Не так, как вот раньше, да, понимаете, чем мы говорим? Ну, а с другой стороны, получается, замкнутый круг. С одной стороны, мы решаем проблему, ребёнок занят, а с другой стороны, получаем новые проблемы в виде проблем со здоровьем. То есть здесь вариантов-то немного. Немножко о коллективе врачей, которые о педиатрах, да, о врачах, которые именно занимаются детьми. Это, мне кажется, особый такой должен быть подход. Хотя иногда взрослые хуже себя ведут, чем маленькие дети. Но тем не менее, как пополняется штат, как вы выбираете врачей, кто сегодня лечит детей? Ну, я вообще всегда считала, я уже 30 лет в педиатрии, я считала, что педиатр – это не профессия, это образ жизни. И я поэтому считаю, и всегда, когда принимаю на работу педиатров, главный мой вопрос вообще, насколько для человека это важно. И мне всегда очень важно узнать, где человек работал, какие он имеет подходы вообще к своей профессии, готов ли он, грубо говоря, на подвиге ради своей профессии. Почему? Потому что подходить формально к работе педиатра просто нельзя. Это неправильно. Педиатр должен болеть своей работой, в прямом смысле этого слова, насколько это возможно. Мы часто очень, бывает, работаем в ущерб своим семьям, мы работаем по выходным, по вечерам, то есть ненормированный рабочий день и так далее. И педиатры, как правило, это всё-таки люди, которые с большей ответственностью, с большим рвением относятся к своей работе. Именно таких вот я и стараюсь набирать к себе. Ну что ж, в первой части мы, можно сказать, вступление сделали такое, хотя о детях и об их здоровье можно говорить очень долго, но во второй части мы поговорим о летней проблематике и детского отдыха, и поговорим ещё о коронавирусной инфекции, как ни странно, это тоже будет такой разговор. Ну и, естественно, клещи, всевозможные насекомые, поездки в лес к бабушке с дедушкой и так далее. Обо всём этом во второй части программы «Открытый диалог». Это программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас в гостях Ирина Алексеевна Козлова, исполняющая обязанности заместителя главного врача по детству Люберецкой областной больницы. И вот во второй части нашей программы. Лето, как говорят, это маленькая жизнь. Говорим об этом времени года. Тем более, что мы с Ириной Алексеевной выяснили, что зимние и осенние детские проблемы врачи знают очень хорошо и могут их очень быстро разруливать, потому что дети находятся рядом, недалеко от больницы, от поликлиник, в конце концов, школы и так далее. А вот летом дети начинают ездить к бабушкам, дедушкам, ходить в пионерские лагеря, уезжать далеко. У нас здесь на территории городского круга Люберцы есть свои, как это называется, пионерский лагерь на местах, что называется. Тем не менее, возникает масса вопросов от питания до всевозможных насекомых, с которыми придётся столкнуться. Вот давайте мы начнём, наверное, с первого такого вопроса, оттолкнёмся от недавней пандемии. Кстати, она тоже социально повлияла на детей в том числе и на родителей. Мне кажется, что когда пандемию сказали, что она закончилась, у нас фактически, да, вот я чувствую, что родители сейчас хотят и все те сложности, где отдохнуть, как отдохнуть, родители хотят сейчас максимально дать возможность ребёнку наверстать. И вот здесь есть определённая опасность, потому что меняется уклад жизни, и вот с чего начнём? Начнём, наверное, с коронавирусных проблем, потому что, судя по всему, всё-таки есть ещё опасность где-то подхватить эту историю, и вы советуете, я так понимаю, вакцинироваться. Да, но я вообще человек, который советует вакцинироваться, в принципе, не только от коронавирусной инфекции. Я сама прививаюсь от всех инфекций, от гриппа, в том числе мои дети привиты. То есть в этом вопросе я неумолима, и никто меня не переубедит, что это сделать не надо. То есть антивакцина, вакцина. Да, я вакцина. Да, что касается коронавирусной инфекции, здесь вопрос следующий. Мы от неё пока не избавились, она есть. Более того, сейчас растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, стало больше случаев. Мы берём экспресс-тесты практически у всех детей с вирусными проявлениями, и на местах, прямо на дому врач может это сделать, экспресс-тест взять, вот, и сразу же получаем результат. Достаточно увеличилось большое количество уже положительных результатов, и прогнозируется увеличение заболеваемости к осени. Поэтому понятно, что нужно подготовиться к этому, и с учётом того, что сейчас мы получили возможность уже прививать подростков с 12 до 18 лет, то я думаю, что каждый здравомыслящий человек должен это сделать. Ну, сразу же возникает вопрос, помните, тут у взрослых сколько было проблем, когда люди, извините, уходили из жизни, и никто, особенно вот из таких суровых антивакцеров, они прям целую там компанию устраивали. Тем не менее, потом вроде бы люди действительно начали вакцинироваться, а тут вопрос детей с 12 лет. Вот любой сейчас просит у вас, как у врача, а где гарантии, что эта вакцина хорошая? Вот такой вопрос. Как правило, у взрослых вакцинация, а тем более у детей, она же проводится теми вакцинами, которые уже прошли клинические испытания. Тем более, мы же не позволяем себе делать детям вакцину, которая неизвестно что и неизвестно как работает. Поэтому мы про эту вакцину уже знаем. Более того, у нас уже есть опыт. Мы с января практически уже работаем, с февраля получили первые дозы вакцины, мы привели достаточно большое количество детей. Причём вакцина, в отличие от взрослой вакцины, маловирулентна. То есть она более ослабленная в своём антигенном составе. Поэтому понятно, что она меньше вызывает осложнений и побочных эффектов. Противопоказаниями для её введения являются буквально только острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Но какие-то аутоиммунные, серьёзные заболевания, те же злокачественные, это индивидуально при согласовании с лечащим врачом. Тем более, что считается и как у взрослых, так и у детей, что прививать как раз-таки в первую очередь нужно те контингенты, которые более уязвимы. А это дети с хронической патологией, которые могут в первую очередь при заболевании дать нам серьёзные осложнения, и очень сильно этим осложнить себе жизнь в дальнейшем. Поэтому более того, сейчас мы имеем дело с тем, что в отличие от 2020 года, когда заболеваемость только началась, дети считались переносчиками инфекции. То есть они были только сами носителями, а не заболевали. И все радовались этому, что, слава богу, детей не трогали. Да, именно так. Педиатры в то время очень мало работали, что называется, если так можно сказать, больше мы были направлены на профилактическую работу, чем на лечебную, потому что болели в основном взрослые, то сейчас ситуация очень сильно изменилась в этом плане, потому что дети мало того, что стали больше болеть, и стали больше болеть с осложнениями. Ну и вот если сейчас нас слушают телезрители, которые, в принципе, готовы провакцинировать детей, как вакцина есть, куда можно обратиться? Вакцина, да. У нас сейчас, вот мы очередную партию вакцины сейчас доделаем, и у нас еще будет уступление вакцины. Вот, поэтому обращаться в поликлиники мы прививаем. Если брать поликлиники, которые прикреплены, обслуживаются Либеретской областной больницей, то это детская поликлиника номер 1, авиаторов 5, детская поликлиника номер 2, Назаровская 3, и детское поликлиническое отделение номер 3 по адресу Красковое и Горевское шоссе, 1, корпус 4. Вот в этих трех местах мы вакцинируем детей. По записи можно через ЕМИАС, можно приходить просто в поликлинику в будние дни с 8 до 18. Обращаться можно ко мне, как заведующей детской поликлиникой Назаровской, и в любой из этих поликлиник заведующей можно обращаться, либо к старшей медсестре, если без записи человек пришел. Ну, я думаю, что очереди пока вряд ли организуются. Ну, я просто к тому, что мы всегда объясним, разъясним, покажем, что это такое, как это работает, расскажем. Да, может, кто-то еще будет сомневаться. Да, потому что дело все в чем. Особенно это актуально для многодетных семей, поскольку речь идет о том, что сейчас дети прививаются только с 12 лет, то привив своих детей, подростков в семье и привившись самим взрослым родителям, мы таким образом каким-то уже обезопасим детей более младшего возраста, которые пока еще прививки нет, и они более уязвимы. То есть в семью мы уже коронавирус не принесем. Да, такой семейный вариант получается. Ну что, теперь о лете, то есть лето – период, когда ребенок активно дышит свежим воздухом, и сейчас все время, я вот помню, опять же, 90-е годы, наверное, может быть, 2000-е, начало вот клещ. До этого времени я даже не знал, ну, то есть редкость какая-то, говорили, там клещ появится, как-то мы там его пытались вынимать там с помощью подсолнечного масла и так далее. Вот сейчас такое ощущение, что ты идешь куда-то в лесок, ты взрослый, и хочется на себя сразу что-то надеть, чтобы нигде эти клещи на тебя не падали, хотя, говорят, что их большинство в траве. А ребенок и клещ, насколько сегодня это действительно проблематично? И не только клещи, тут все, да, насекомые? Ну, насекомые, да, вот эти все кровососущие насекомые, они же опасность определенную представляют, и по большей части сейчас у нас нет таких насекомых, которые переносят какие-то серьезные заболевания, по большей части опасность в том, что аллергические реакции, это укусы пчел, допустим, тех же самых ос и так далее. Что касается укуса клещей, здесь, конечно, есть опасность переноса заболеваний, клещевой энцефалит, барлиоз, это никуда не делось. Вот как поступать, если все-таки клещ ребенке? Если клещ все-таки укусил, то в таких случаях, конечно, раньше по старинке делали маслом, бензином, еще чем-то там пробовали. Чтобы он выполз сам. Да, чтобы он выполз сам, умер, перестал дышать и прочее. Это сейчас, конечно, не рекомендуется, новое, это и раньше не рекомендовалось, просто это какие-то были такие народные средства. Вот. В любом случае, когда укусил клещ, трогать его нежелательно, нужно обратиться в травмфункт. Вопросами удаления клеща занимается травматолог врач. Они делают это профессионально. То есть они в курсе? Конечно. Специальными манипуляциями они изымают клеща, после чего уже обрабатывается эта ранка, естественно, антисептиками. Можно клеща этого сдать на исследование в Роспотребнадзор. И плюс к этому потом провести все необходимые мероприятия медицинские по профилактике бролиоза. А если все-таки кто-то возьмет, оторвет этого клеща, какая может быть опасность? Ну, останется часть клеща внутри, да. Это еще хуже, но в любом случае в травмфункт надо будет пойти и с этим оторванным клещом тоже. Укус змей? Укус змей – это очень серьезная ситуация, конечно. Она очень опасная. И здесь нужно правильно себя повести сразу после этого. Потому что тоже отсасывание яда и прочие вот такие вот… Киношные истории. Да, истории такие из прошлого, очень далекого. Это, конечно, не делается. Самое главное – нужно обеспечить покой и обездвижить ту часть тела, где произошел укус, потому что любое движение будет вызывать повышенное кровообращение, а, соответственно, распространение яда по организму. Да, поэтому максимальная иммобилизация, то есть обездвиживание той же руки, ноги, куда произошел укус. И приложить холод на это место. И как можно быстрее доставить человека в больницу. Как можно быстрее. Потому что при укусе змеи вводится сыворотка. Ну, а теперь об общем, так сказать, здоровье. Когда дети находятся чуть-чуть… Родители на работе, дети отправляются в лагерь. Причем можно поговорить и бабушке, и дедушке по дороге и так далее. Вот нужно давать какие-то с собой аптечку? Какие там направления должны быть обязательны? Наверняка надо их как-то научить пользоваться. А то, знаете, как ватку дадут и йод. Вот и всё, что есть. Ну, аптечка должна содержать, конечно же, предметы, в первую очередь, первой необходимости. А есть какая-то специальная детская аптечка или человеческая? Ну, как таково нет. Мы обычно собираем её, эту аптечку, из своих соображений. То, что нам может пригодиться. Как правило, это перевязочный материал обязательно. То есть, грубо говоря, ребёнок может на велосипеде разбить коленку. И надо будет чем-то обработать. Перевязочный материал, там перекис водорода, зелёнка. Это всё, как обычно, должно быть. Что касается препаратов каких-то лекарственных... От желудка, наверное, что-то. Ну, да, чисто такие какие-то адсорбенты, уголь активированный тот же самый. Что касается каких-то серьёзных препаратов, в том числе антигистаминных, противоаллергических, я всё-таки сторонник того, чтобы это делалось по назначению врача. Если врач назначил, то берёшь с собой. Если не назначил, то не надо просто там. Да, где бы ребёнок ни находился, если он заболел, то обратиться к врачу. И тут ещё очень такой, наверное, важный момент. Опять же, родители иногда настолько опекают своих детей, что приучают к антибиотикам, ко всем каким-то нехорошим, ну, в смысле, хорошим, но неправильно принимаемым лекарствам. Тоже, наверное, не нужно давать. Потому что горло заболело, он сразу раз и выпил антибиотик, чтобы лучше было. Да, самолечение – это самое плохое, что может быть, потому что любой родитель, не имеющий отношения к медицине, занимающийся самолечением со своим собственным ребёнком, ну, это не очень правильно. Хорошо. Ещё такой вопрос. Какие ещё могут быть проблемы на отдыхе? Наверное, питание тоже, которое… Ну, питание здесь на отдыхе – это вся проблема в чём? Соблюдение глинических норм. Их никто не отменял. Во-первых, это такие уже набившие, что называется, мозольные языки, что мыть руки перед едой, мыть овощи, фрукты и так далее. Но это нужно соблюдать. И об этом нужно, оказывается, напоминать. Я даже сама не знала, до какой степени, но оказывается, что детям, да, нужно читать лекции о том, что перед тем, как покушать, сходи помыть руки. Ну что, самые простые способы мы рассказали. Мы делаем выводы, первое, что летом, конечно же, у ребёнка появляется возможность немножечко оторваться от родителей. Иногда кажется, что контроль уменьшается. Тем не менее, тут ещё зависит, наверное, от воспитательного, от педагогического коллектива, от воспитателей, кто будет следить. У меня ещё есть один момент. Я хотела бы тоже его озвучить, пользуясь случаем, что поскольку лето предполагает открытие окон, у нас очень много таких вот бывает случаев, ну, как много, они каждый год имеют место быть, когда дети выпадают из окон. Хочу обратиться ко всем родителям просто для того, чтобы все были на чеку, все понимали меру ответственности, потому что вот эти решётки антимоскитные, вот, и вот это всё, и дети просто выпадают, причём разного возраста дети, от того возраста, начиная, когда уже может позволить себе залезть на подоконник и заканчивая школьным возрастом, дети выпадают из окон. Ну вот, ещё одно. В общем, тема, да, тема нашей программы не хватит, чтобы поговорить на эту тему. Ирина Козлова, огромное вам спасибо. Всё-таки мы коснулись каких-то важных моментов, и глобальных, и летних. Исполняющая обязанности заместителя главного врача по детству Либерецкой областной больницы Ирина Козлова, спасибо вам большое, хорошей вам работы и меньше неприятностей в этом году, связанных с детьми. Ну а это была программа «Открытый диалог». Вёл её Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин